так мы продолжаем далее с нами сейчас именно коробка компания стратегии для бизнеса проходи пожалуйста инна так здесь для вас также мы сейчас переходим из такого кейса немножко в экспертное уже выступление касаемо некоторых идей на тему актуальных маркет-стратегии да для улучшения продаж готовой еды у инны довольно обширный опыт работы в региональных и не только сетях что позволяет ей такими рекомендациями с вами поделиться коллеги добрый день благодарю вас что вы свое время сейчас вкладываете инвестируйте свое развитие благодарю и ну такое интересное выступление интересный кейс я продолжу тему стратегии поскольку эта тема вообще мне близко я маркетолог стратег много лет меня зовут инна коробка и я погромче да хорошо так лучше да я больше 18 лет уже в ритейле из них 16 лет на стороне самого ритейла и больше двух лет уже на стороне услуг для ритейла поэтому знаю компании изнутри знаю проблемы ритейла изнутри в том числе имею опыт работы с собственным производством как частью так и отдельно как хориком о чем сегодня мы поговорим немножко не совсем немножко теории о том что глобально изменилось на текущий момент потому что рынок поменялся и вы наверное это ощущаете с вами хочу поговорить немножко об этом у кого какие сейчас кейсы есть и какие собственно есть работающие стратегии на этом изменившемся рынке и хочу вам показать пару примеров моих коллег партнеров из вашей области как можно за счет брендинга в том числе увеличить продажи всей сетки итак что глобально изменилось не секрет да что последние несколько месяцев рынок существенно поменялся и что поменялось хочу с вами обсудить этот вопрос кто-то говорит что отсутствие привычного трафика я имею ввиду рекламный трафик то есть некоторые каналы закрытые мы не имеем возможности те же самые рекламные каналы использовать нам приходится меняться в этом в этой связи конечно вынуждены некоторые ритейлеры менять свою продуктовую матрицу поскольку цепочки поставок нарушены и это тоже изменилось ну и снижение покупательской способности но здесь когда мы обсуждали этот вопрос некоторые сети говорят что у них все-таки наоборот подъем вот можете поднять руки у кого сейчас сложившейся ситуации наоборот рост трафика произошел а у кого падение есть отток кто-то воздержался но соответственно как есть так есть кто-то в связи с изменениями конечно же предпринял меры сегодня мы не поговорим больше степенем кто-то не предпринял меры да и потеряли трафик для кого-то это следствие их предыдущих действий потому что какие-то видимо не были достигнутые какие-то планы не достигнуты были я хочу вам показать пример исследования которые мы проводили для одной компании я здесь привела вам пример того что отвечали респонденты на вопрос какие вопросы и задачи на текущий момент их волнуют и это говорит о том что больше всего на рынке изменился потребитель и что они говорят что их волнует когда упадут цены в частности здесь на детские товары мама отвечала как выйти на работу чем зарабатывать где зарабатывать то есть тема денег вышла на первый план и казалось бы да ну всегда людей волнует тема денег почему сейчас это так остро стоит проблема потому что сейчас тема денег очень сильно связано с тревогой и мы видим на рынке глобальную тревогу то есть покупатель очень сильно изменился я хочу с вами обсудить еще один вопрос связи с этим соответственно изменился покупатель изменился весь рынок связи с этим потому что покупатель это часть нашего рынка и кто-то начал в этот момент работать базы если у вас есть система лояльности то вы в этот момент можете очень точно знать что любит ваш потребитель но поскольку вы собственное производство вы знаете чем какими новинками или наоборот какими-то классическими блюдами заманить вашего потребителя и увеличить его частоту покупки то есть рынок изменился и моя любимая фраза делай тоже тоже будет очень актуально соответственно если мы продолжим делать те же самые действия то мы получим тот же самый результат если вы сейчас начнете делать другие действия соответственно если вы не использовали программу лояльность и начнете использовать работа с базы вы прилечете новый трафик если вы не использовали рекламные кампании и начнете использовать рекламные кампании, то вы привлечете новый трафик. Есть такая шутка. Посоветую, что купить в жене день рождения, а не проще ее спросить. Нет, таких денег у меня нет. О чем это? О том, что самое важное сейчас на изменившемся рынке, это спросить, собственно, покупателя. Что делает очень мало сетей. Спросить у покупателя, аж кто конкретно сейчас его волнует. Вот я показывала вам пример одного исследования. В собственном производстве, к сожалению, мало вообще кто делает исследования, кто проводит. Я сегодня вам покажу несколько примеров. Пару примеров о том, как это бывает и какие это приносит результаты. Но, собственно, самое важное, это спросить у него, что ему нужно. И если раньше, собственно, сейчас к важным рекомендациям, если раньше мы с вами использовали в основном стратегии проникновения, то есть мы в основном масштабировали наши текущие проекты. У нас есть какая-то ассортиментация, ассортиментная матрица, мы ее ротируем, у нас есть какое-то производство, мы запускаем рекламные кампании, то есть мы делаем, ну, по сути, одни и те же действия для того, чтобы масштабироваться. Сейчас, поскольку рынок изменился, нам тоже важно измениться, и я говорила и про потребителя в том числе, и что нам важно делать? Нам важно развивать новые продукты. Сегодня расскажу еще об этом. привлекать новую аудиторию к товару, возможно, к вашему же товару, который вы использовали уже, ну, который вы продавали. Освоить новые рынки, возможно, и развивать новые направления. То есть нам важно выйти в другие стратегии, использовать другие стратегии. И, собственно, с чего начать? Это вот прям база, с чего нужно пересобрать свою стратегию сейчас заново. Это как рекомендации вам. Потому что, если изменился главный герой нашего рынка, собственно, потребитель, то нам важно начать с него. Понять свою срыву аудиторию, понять, какое нам нужно новое позиционирование для него, новые коммуникации с ним, понять, что делают в этой связи конкуренты, и дальше уже выходить на новые рынки, искать новые коммуникации, строить новые стратегии коммуникации и так далее. То есть как-то с ним коммуницировать уже. Но первоначально это пересобрать свою стратегию для того, чтобы понять, а что дальше. Поскольку, повторюсь, главный герой рынка, он изменился. И как это применить на практике? Хочу вам показать пару примеров. У вас есть потенциал роста, забегая вперед, x2 как минимум, если вы хотя бы только собственное производство улучшите. Не очень хорошее слово, но разберем на кейсах. Итак, фьюбинный магазин Николаевский. Хочу вам рассказать о том, как это было. Первое, что мы сделали, это кейс моих коллег, попрошу, еще раз повторюсь, с их разрешения я вам рассказываю о нем. Первое, что было сделано, это исследование. Исследование моделей покупательского поведения. И я сегодня вам рассказываю этот кейс с точки зрения именно собственного производства. Если вам интересен кейс, могу вам полностью выслать остальное. Но мы сегодня про собственное производство поговорим. То есть выяснилось на основе исследования, что люди не понимают, что такое собственное производство, что они думают, что у них разные совсем брендинг, даже не запоминают название. То есть они не понимают и не чувствуют, что такое собственное производство. И часто у нас отношение к собственному производству, поскольку я сама тоже несколько раз участвовала в сетях, где мы развивали собственное производство и делали это как фишку наших магазинов. И часто отношение к собственному производству, что это какое-то, знаете, такое волшебное такое место, которое само как-то должно генерить трафик. То есть это как-то, ну вот типа есть вот классное собственное производство, и все. И люди сами как-то туда должны понять и пойти ну вкусно же да логично и многие собственники ну не многие но есть часть собственников которыми так это воспринимает что ну сделай вкусно и все особенно там заведующим производства да сделай вкусно что и все люди сами пойдут но на самом деле по факту мы же так не относимся к своему ассортимент другому ну например если мы ставим нас кафе мы же не думаю что нас кафе без брендинга любого как-то сама приведет там трафик поэтому моя мысль заключается в том что собственное производство это бренд внутри бренда и именно так нему нужно относиться то есть если вы внутри бренда вы строите свой бренд у вас будет потенциал ростом собственно так и случилось в этом примере когда собственное производство было мало знакомых то есть люди покупали конечно но они ну не допонимали смысл да то есть они не понимали название не понимали там ассортиментную И, собственно, что изменилось? Собственное производство стало фишкой. Собственное производство получило релокацию внутри своей торговой сети, ой, торговой точки, и стало занимать центральное место. Это часть стратегии ребрендинга, то есть ребрендинг собственного производства – это часть общей стратегии ребрендинга. Потому что выяснилось, что люди ценят собственное производство. И, собственно, поэтому в это и это вылилось. Мясо заняло центральную точку кулинарии. И вот как это стало выглядеть. То есть это стало очень ярко. И, заметьте, даже в текущих реалиях можно сделать ярко, доступно. Хотя сейчас понятно, что с упаковкой не так все просто. Но, тем не менее, мы можем простыми достаточно методами, но классным брендингом выделить упаковку и сделать из собственного производства бренд внутри бренда. Соответственно, появились новые коммуникации. У собственного производства появились отдельные коммуникации с аудиторией. То есть не в рамках самой сети, а именно внутри, как отдельный бренд. Кулинария перестала ютиться. У них появилось свое место. Собственно, весь магазин стал коммуницировать, в том числе, с собственной торговой маркой. Следующий пример. А, да, я вам забыла сказать, что там самое важное, собственно, забыла сказать, что прирост получился плюс 250%. Сейчас пилотный проект запустился. Проект в стадии запуска. И прирост колоссальный. Собственно, второй пример. Это все региональные примеры, я вам показываю. То есть это не федеральные бренды. И, собственно, почему развиваются эти региональные сети, поскольку федералы, ну, все знают, что федералы поддавливают и заходят активно. Это второй пример сети. Бегемот раньше, а теперь бегемак. Как раз тоже о том, когда после исследования, в результате исследования и ребрендинга, тоже по общей стратегии было задумано, что кулинария и собственное производство выходит на первый план. И здесь опять я вам показываю, что отдельно, посмотрите, насколько все изменилось. То есть опять кулинария вышла на первое место. Не кулинария, а здесь выпечка в этом случае. Стала отдельно коммуницировать с потребителем. Появился тоже бренд внутри бренда. То есть бренд внутри сети. Собственное производство стало отдельно разговаривать. И результаты тоже, естественно, не заставили себя ждать. Здесь общий прирост составил 22%. Это не только собственное производство. Там я вам говорила на примере собственного производства 250 плюс процентов. Здесь общие сети, то есть прирост всей сети составил примерно 22%. О чем эти примеры? О том, что сейчас очень здорово был кейс до этого, что мы говорили про личный бренд. И людям действительно сейчас важно запоминать. Они сейчас многие, поскольку я вам показала, что они сейчас думают о том, где взять деньги. У них много таких неприятных, скажем, мыслей. И чем больше мы будем с ними коммуницировать именно внутри торговой точки, в том числе, конечно, мы будем увеличивать наши продажи. Соответственно, это не означает, что мы должны из каждого продукта, нашей ассортиментной матрицы делать отдельный бренд. Но если вы хотя бы позволите себе вывести, если это ваше конкурентное преимущество, вывести на первый план собственное производство как бренд, как самобренд такой самостоятельный, у вас есть потенциал роста. Продолжение следует...